Я перевела книги Курдиво на немецкую, знала про вас и зло книг. Спасибо Курдиво и вам спасибо. Вот, вас зовут Ольга. Нужен ваш совет. У нас в Швейцарии своя сельское хозяйство 10 га. Выращиваем все, пытаемся продвигать тут органическое заблудение. У нас суровых зим нет, есть другая проблема. Зимой редко бывает минус 10 лет, это недолго. Ну ладно, сейчас в марте резко теплеет, потом возвращается минусовой температуры. Минус 1-2 ночи на 1-2 недели. Ну для нас, сибиряков и для наших, если что-то вы вырастите мое, конечно, это несерьезно. Почему? Две цифры названы Ваулину в одном месте, чтобы мои банджурские абрикосы во время сведения выдержали минус 8 в одном месте написано. И минус 7 в другом месте, и не повлияло на урожай. Вот. Я отношу к себе в заслугу. А у вас минус 1-2, это даже не 3, не 5. То есть, я пока беды не вижу. Першики и абрикосы к этому засветают, замерзают. Ну, понятно, ваши першики и абрикосы, это не сибирские. Вот. Вы ближе к Африке, чем это, чем к Сибири. Есть ли приемы, как заставить абрикосы и першики позже свистеть? И может у вас есть сорта, которые при таких условиях не страдают. Вот. Мои родители будут, во-первых, в Петербурге. Так вот, сорта, которые не страдают. Значит, и тут я осмелюсь сдать быстро-быстро, потому что я снял отдельный фильм, а здесь мы с вами беседовали и увидели телемоста. А здесь я очень коротко, фактически повторяюсь. Вот так получается. На том канале, а на этом канале два разных канала. Вот. Смотрим. Итак. Еще раз. Вот этого не бояться. Мы уже, можно, почти любые, так, берет. Ну, пускай так. Но однажды у вас может случиться и минус пять, минус десять, а мало ли. И тогда выживут или погибнут. Таких случаях я говорю. И вы меня послушали. Вы меня заказали, помните как? Сколько? У меня список. Десять, 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 десять. Сколько там получилось? Ну, может быть, двадцать, пять, триста разных этих. Абрикосов и слив. Почему слив? Сейчас объясню. Вот. И так, персики тоже хочется иметь, да? Вот. А у них самого разница, как снижали в любом случае, значит, абрикосы можно привить. Персики и сливы. А в чем разница? Это мой еще один совет. Вы снижали выписали у меня. И персики. Ой, персиковый костик не было. И абрикосовый костик выписали из сливовых. А потом вы берете, и персики и абрикосы приливаете на сливе. А у слива-то позже намного созревает. И милует, возможно, вот это вот. Один из примеров. Так. Теперь следующий прием. Посадка на холмы. Вот смотрите. Здесь человек показал день, да? И мы уже знаем, что в одном случае это южный склон. Если время, когда там делалось, допустим, полдень или раннее утро. Вот. Уже можно определить. Ну, дело в том, что хорошо бы иметь. А у вас здесь игра, Ольга. А я еще говорю не только вам. Оказывается, многие из вас, друзья, нахапали земли, пока она стоила мало или ничего не стоила. Вот. И там вполне возможно вот это есть. И так получается. И часть деревьев на этом склоне. Часть на противоположном склоне. Вот. И, например, вот так. Нет, это я пока пропускаю. А еще один способ. Можно задержать немножко по времени. Допустим, вот тут будет зеленая травка весной. А они еще полежат в таком виде. Вот. Это один пример. Вот такой же пример. Задержать их в просыпаниях. Так. Вот это мне прислали. Такую фотографию. Вот это я вот. Смотри, там иди ровенько. Вот там иди ровенько растут. Это яблоневый сад. Он явно посажен на южном склоне. Я не знаю точно, догадываюсь. Вряд ли бы стали на северном саде. Вот. Но. Смотрим следующий снимок. И вот эту фотографию я, Ольга, грозился вам показать. О чем он говорит? Здесь зеленее трава. Здесь она выгорела. Ясно, что южный склон может считать... Ну, где солнце справа может считать это южный склон. Здесь меньше влаги. Он раньше просыпается. Или попадает под замок. И наоборот. Если абрикосы, которые вы хотите... Вы так скажете, я очень хочу абрикосов. И здесь посадить, и здесь посадить. А вдруг у вас такое же место? Тогда что получается? Здесь цветут, и здесь цветут. Здесь раньше, и здесь позже. Эти попали под замороз. Эти нет. Эти, наоборот, заморозка нет, нет, нет. Они уже стали... Дали это самое... Плодики маленькие уже завязались. А мороз попозже вернулся. А попала эта половина. Но, извините, половина, это не весь сад. Почему? Абрикосы дают очень обильный урожай. То есть даже если каждое дерево заплодоносит, вы не будете знать, у вас будет оттого. Куда и девать? Ну и когда, Ольга, вы вдруг в догонку заказали 10 упаковок, это самое, гражданин... Антон Валерьевич Сафронов, значит, готовьте следующую партию. Человек сразу 10 заказал. Вот, еще много, но все-таки прогресс есть. Впереди же прививка. Я надеюсь, до весны ваши ленты, наши ленты раскупят. А когда человек заказывает сразу тысячу, десять штук, это тысяча ленточек, это серьезный человек. Я Ольгу, наверное, даже недооценил. Ну, а сейчас готовится ваша посылка. Через пару дней отправлю. Спасибо, что книги заказали, значит, доверяйте мне. Спасибо, что заказали все 20 дисков. Вот, брошюру заказали. Вот, замечательно. Десять этих упаковок лент. Вот. Это тоже здорово. Это же тысяча штук. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова